Сосед построил двухэтажный дом и вывел крышу прямо над соседским домом. Нормы и правила не для всех. С вами, как всегда, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Жмите ваши лайки и мы начинаем. Сегодня расскажу о том, как иногда соседи переступают черту и заходят за рамки дозволенного. Мало того, что строят свои огромные дома, без положенного отступа в 3 метра от границ участка, так еще и крышу возводят прямо над крышей соседнего дома. Русский парадокс. Вроде Россия самая большая страна в мире. У нас целые поля стоят в бурьяне, но все равно люди умудряются чуть ли не грызть друг друга из-за маленького клочка земли. Один сосед построил свой дом буквально в метре от дома другого человека и вывел свою крышу над крышей соседа. Буквально получилось, что дом соседа стоит как бы под мышкой у более высокого дома. Вот такое безобразное хамство бывает. Причем оно вредит и самому зачинщику, и его соседу одновременно. Во-первых, у этого человека теперь будут всегда ужасные отношения с соседем. Все участники данного конфликта будут пожизненно друг друга ненавидеть. И ни о каких добропорядочных соседских отношениях и речи быть не может. Во-вторых, эти добротные дома, в которые, к слову, вложили весьма немаленькие деньги, теперь практически невозможно будет продать. Но какой дурак согласится покупать вот такую проблему вместе с домом? Если только цена будет в разы ниже рыночной. Напишите в комментариях, согласились бы вы купить такой дом? Если да, то как бы выходили из сложившейся ситуации и решали проблему с соседями? В-третьих, крыши этих домов будет очень сложно обслужить. Имеется в виду починить отливы, что-то подкрутить, починить. Ведь в частном доме всегда что-либо периодически выходит из строя и требует внимания. Ну и наконец, в-четвертых, это просто небезопасно с точки зрения пожарной безопасности. Если у соседа случится пожар, а у вас крыши буквально целуются, то чего хорошего ждать от такого расположения кровля? Тут неплохо было бы подумать о страховке дома. И то, если страховая компания даст согласие страховать такой случай. Какие выводы можно сделать из этого? Всегда нужно строить свои дома строго по нормам и правилам малой этажной застройки. Отступать положено расстояние, и тогда не придется конфликтовать с соседями. И ваше жилье будет более ликвидным и дорогостоящим. А проблем будет в разы меньше. Уважаемые подписчики канала, хочу напомнить, что вы всегда можете обратиться ко мне перед покупкой недвижимости. Я проведу соответствующие проверки продавца на предмет его долговой нагрузки, возможных судебных решений, текущих судебных делопроизводств, банкротства и так далее. Проанализирую документы и дам юридическое заключение с рекомендациями заключать сделку или отказаться от ее заключения. А мои контакты вы найдете в описании к этому видео по ссылке. Буду благодарен вашим лайкам и подписке. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.